Обманула пенсионеров на полтора миллиона рублей. В Муромском изоляторе временного задержания находится цыганка, подозреваемая в крупном мошенничестве. Ее жертвами стали 15 муромлян пожилого возраста. Под предлогом денежной компенсации к празднику победы задержанная обменивала деньги доверчивых пенсионеров на билеты банка приколов. Подробности в сюжете. Играла на чувствах пенсионеров. Так можно охарактеризовать мошенническую схему, по которой действовала задержанная. Под предлогом денежных выплат в преддверии 70-летия Великой Победы эта женщина обманула минимум 15 муромских пенсионеров. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник муромской полиции Александр Руденко. Пятитысячная купюра, кстати, давалась настоящая купюра. После этого, значит, так как сдачи не мог пенсионер сдать, приглашал в дом, где фактически в дальнейшем шло уже получает сдачу. А вы знаете, что шло идет и обмен, вы думаете, как я могу вам обменять по соответствующему курсу. В итоге пожилые люди обменивали свои пенсии на билеты банка приколов. Это такие похожие на деньги фальшивки. Свои жертвы мошенники выискивали на улицах, выслеживали в магазинах. Саму же подозреваемую удалось поймать только за 2000 километров от Мурома. И буквально на прошлой неделе нам удалось задержать преступницу. Мы выезжали фактически более чем до 2000 километров в командировку в Коми СССР, ранее неоднократно привлекавшись к уголовной ответственности. С апреля по июнь муромские полицейские зафиксировали в городе небывалый всплеск похожих преступлений. По словам Александра Руденко, в этот период в Муроме работала аферистка всероссийского масштаба. Представляясь знахаркой, она снимала порчу на съемной квартире. Сеансы длились почти полтора месяца, и только по истечении времени в полицию обратилось трое потерпевших. Разумеется, что за это время от знахарки уже и след простыл. Но ее личность установлена. Ранее аферистка привлекалась к уголовной ответственности на территории Вологодской области и в Чебоксарах. Несмотря на профилактическую работу в СМИ, правоохранители признают, что наши люди продолжают добровольно нести свое накопление мошенникам. Совсем недавно две муромлянки, купившись на бегущую строчку по каналу ТНТ, перевели деньги в Центр парапсихологии. Она перечислила 630 тысяч рублей в настоящее время, да. При этом взяла кредиты, взяла в долг у своих знакомых, которые, жалея ее, дали на лечение, как она сказала. Другая, значит, поменьше, 250 тысяч, но это тоже деньги. В отношении этих телевизионных магов возбудили уголовное дело в Москве. Но вероятность того, что муромские потерпевшие получат свои деньги, мала. Задержанная муромскими полицейскими цыганка, напротив, выразила готовность возместить ущерб обманутым пенсионерам. В совокупности полтора миллиона рублей. Не исключено, что после сегодняшнего сюжета кто-то узнает задержанность своего обидчика и число потерпевших увеличится. Ольга Килешина, Александр Семенов. Новости Муром.